Здравствуйте! Бисероплетение сейчас модно, можно сказать. Плетут с бисера очень много всяких цветов, всяких деревьев. Ну и я решила дома тоже попробовать сделать такое дерево. И так как у нас много деревьев денежных, живых, и мечта наша с мужем, чтобы оно зацвело, то мы сделали цветущее уже денежное дерево, но с бисера. Здесь использовано очень много техники, нами придумано, наверное, кое-что и переснято, так сказать, от мастеров, которые действительно этим занимаются и давно, видно, занимаются. Вот, ну, у нас вот такое первое изделие. И я хочу поделиться с вами своим опытом, если у вас есть желание вот сделать такое дерево, я его даже немножечко вот так, потому что оно под разными углами смотрится по-разному. Я не собираюсь сделать прям один к одному, но техники, которые использованы в этом дереве, практически они будут и в том дереве, которое будем делать сейчас. Итак, для этого дерева, прежде всего, нужен бисер. Бисер, проволока. Я взяла, купила бисер такого вот зеленого цвета и светлого такого цвета. Светлого-белого, даже не белого, а как бы такого прозрачного. Потом, значит, нам нужен будет и клей, и краски акриловые. И нужен будет пистолет, нужны будут щицы, флористическая лента. Ну, походу, там надо будет, конечно, еще и заливать, скажи, этот, алебастер, да, емкость, в которую мы будем все это делать. Ну, короче, приступаем. Для начала нам надо набрать на проволоку вот эти вот бисеринки. Вот. Это такая, конечно, кропотливая работа. Набираю я их чем побольше, потом можно будет брать и плести. Вот уже, видите, так. Разве уже набирается. Когда больше, когда меньше, когда как. Так, теперь нам нужно будет делать такие петельки. Из петелек у нас будут листочки состоять. Значит, бусинки уже на проволоке. Мы берем первые вот девять бусинок, скручиваем их вот так, кружочек близко вот так друг к другу и прокручиваем пять раз где-то. Вот так. Так, здесь оставляем свободную вот так проволоку. Берем следующие девять. Ну, можно считать, конечно, поначалу. Так, два, четыре. Так, на одну меньше. Так, и точно так же скручиваем. Оставляем здесь немножечко, как бы, такой вот кусочек проволоки для скручивания. Здесь все хорошенько вот так поджимаем, получается, кружочек к этой проволочке вот так. Вот у нас. И вот это все надо скрутить. Вот у нас получились первые вот такие два листочка. У нас не будет один вверху и два в стороны, потому что в денежном деле растут попарно. Вот мы сделали уже два листочка. Дальше делаем между этими листочками расстояние. Опять прокручиваем уже два вместе листочка тоже где-то пять раз. Вот так. И следующие девять. Оставляем расстояние и скручиваем аж сюда. Дальше берем же, на этой же проволоке берем, так, сейчас посчитаю, три, три, еще одну. Потом, когда постепенно можно будет сориентироваться приблизительно, оно будет чувствоваться, где девять. Потом можно будет взять, я сейчас покажу. Так, опять вот оставляем расстояние, опять скручиваем. Дальше можно будет, так, пять, крутим опять к себе. Сейчас можно взять уже листочки побольше, можно будет взять не девять, а уже можно будет взять десять бусинок. Как раз, так, три, 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 ну где-то вот так. Для того, чтобы, как бы, листочек был побольше. И расстояние можно будет, вот это уже, сделать больше. То есть сделать, скрутать не пять, а сделать шесть. Два, три, четыре, пять, шесть. То есть будет, вот так, вроде бы, как, по длиннее. Ну, вот это, как бы, на глаз уже смотрю. Так, расстояние здесь у нас должно быть уже с этой стороны. Так, делаем немножко побольше расстояние, еще раз проверяем. Вот так где-то, и скручиваем. Два, три, четыре, пять, шесть, может быть, даже семь. И опять крутим. Два, три, четыре, пять. Вот получается, еще сделаем одну пару. Можно даже уже следующий. Если более длинный листочек, можно даже, начиная с девяти, заканчивать одиннадцать и даже двенадцать. Ну, для начала можно делать и одинаковые. Ну, лучше, конечно, он смотрится, сам весь листочек, когда он... Вот видите, проволока эта, свободная, она постоянно идет вместе, по ходу работы. Так, подтягиваю немножко. Так, сразу смотрю, сколько здесь остается свободной проволоки. Вот так сюда, чтобы они не зажать, ни одну... Одну бисеринку. Так, три, четыре, пять, шесть, семь. И опять на общую проволоку. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, в принципе, вот такая веточка вполне нам достаточно. О, видите, получилось здесь поменьше, здесь чуть-чуть, здесь побольше. Получается вот такой листочек. Итак, у нас получаются вот листочки и побольше, и поменьше. Я не отмеряю, я просто нанизала бисеринки на проволоку. И по ходу, сколько мне надо, использую нужное количество и потом отрезаю. Вот, вот у меня получаются вот такие листочки. Для цветочка нам нужен будет вот такой вот светленький бисер. Я его тоже вот начала нанизывать на проволочку. И для цветочка оставляю поменьше, вот так, свободную проволоку. И беру для каждого лепесточка восемь бисеринок, вот так. И точно такая же в виде петельки закручиваю. Два, три оборота, не больше. Ну, здесь надо строго придерживаться все одинаковые, потому что, если где-то, тогда получается цветочек неровненький. Тут надо хорошо вот так прижать к центру будущего цветка. Посмотреть, чтобы хорошо вышел сам лепесточек. Вот так. И крутим. Раз, где-то два, ну три, не больше. Так, восемь еще раз показываю. Восемь штучек. Раз, два, еще одна. Сейчас еще один покажу. Все делаем, как бы, к центру цветка. Вот три лепесточка. А вот я показываю вам, вот какие цветочки нам нужны будут. И так как они цветут вот такими вот, как бы, кустиками. Раз, два, три, четыре, по пять где-то. Вот так. Вот по пять на разной такой вот высоте не одинаково. Вот я их буду и скручивать. Но перед тем, каждый из них обмотаю сначала флористической лентой. Чтоб они были, как бы, вот этот вот. Сейчас на эту сторону. Чтоб сам, сама ножка была зеленая. Так обматываем, сжимаем хорошо. И когда все пять будут. Так, надо ножницы взять так. Вот это здесь, если немножечко опустилась, она очень легко, вот флористическая лента, она поднимается. И расправляем. Сейчас я возьму ножницы, отрежу. И так сделаю все пять вот таких цветочков. И у нас получатся вот такие соцветия. Я уже их собрала вместе вот с сами цветочки. И плюс листочки. Вот так у нас будет. Вот это вот будет. Это будет цвести. Где-то мы будем на ствол перекреплять вверху. И еще одну пару, наверное, я сделаю, чтобы вот так цвело. Так, берем все цветочки вместе. Прикладываем сюда, к вершине, как бы к началу листочка. И все вместе скручиваем. Вот так это поднимается. Потом расправим. И сейчас вот это еще все вместе обматываем лентой. Хорошенько ее натягиваем. Она раскручивается и крепко прижимается. Вот так и получаются вот эти вот цветы. Итак, смотрите. Мы вот листочки, такие более длинные, веточки. Листочки, вот это вот зелененькие, а это веточки. Они, когда дерево растет, они со временем превращаются в такой вот деревенистый ствол. И вот как мы его будем делать. Я, так как он неравномерный, то есть не одинаковой толщины, я наматываю сначала нитку. Можно, может, какой-то такой мягкой тканью. У меня есть как раз нитки. Такие, как бы, более толстенькие. Такие, можно сказать, они уже как раз только для этого и остались, чтобы сделать. И вот я буду вот так наматывать. Сначала по всей, как бы, длине, сколько я хочу сделать, вот этот ствол. Потом мы будем дальше их крепить вместе на уже большой ствол. Вот так я накручиваю. Здесь утолщение накручиваю больше. Немножечко, вот это можно вот так, чуть-чуть свернуть. Здесь уже наша фантазия, как мы уже себе, как бы, планируем это дерево сделать. Ну, вот так я сделала здесь потолще, а здесь потоньше. Сейчас еще немножечко вот так намотаю. Все, отрезаем нитку. Ну, так можно сказать, немножко ее закрепляем. Все равно она будет у нас спрятана. Так, и обматываем опять же лентой. Хорошенько вот так закрепляем. И важно, какой будут, вы же видите, какой и в какого цвета нитки. Они все будут спрятаны. Вот так прокрутила вверх-вниз, стал более устойчивый, более такой. Здесь потом распрямим. И вот так у нас получается несколько таких вот веток. Здесь я две прям сделала вместе. И будем формировать ствол. Для этого у нас есть вот такая олиминевая проволока. И как это все делать, мы покажем на следующем занятии. Всего вам доброго. Спасибо, что были с нами. Спасибо.